всем голова на канале мой флакон меня зовут слава и в этом видео я хочу рассказать про интересный нуарный французский нишевый дом называется он серш лютанс скорее всего для многих это будет неизвестный бренд и это видео посвящено для тех кто хотел бы познакомиться с чем-то новым в мире парфюмерии это будет интересно видео получится скорее всего длинным но я постараюсь рассказать как можно коротко про каждый аромат который у меня есть наличие ароматов у меня как вы видите довольно много я фанат этого бренда коллекция пополняется с каждым годом каким-то новыми ароматами самое последнее то что я приобрел это вот такое коллекцию нуар сет вот так он выглядит там такие классные колбочки они похожи на колбы которые берут в поликлинике для сдачи крови особенно вот этот цвет я бы хотел бы подробно про них рассказывать поочередно и во время этого видео я бы хотел бы какие-то факты про сержа лютанса самого кто основал этот бренд свои факты своей жизни со знакомства с этим брендом я думаю будет интересно серж лютанс построил свою карьеру как фотограф изначально он делал обложки для журнала вог и дальнейшем он сотрудничал с дом диор тоже придумывал для них свои дизайнерские решения как дизайнер и в 90-е годы он решил основать свой дом свой парфюмерный дом с названием сержа лютанс он познакомился и очень тесно стал сотрудничать с кристофер шелдрейк это один из лучших парфюмеров как я думаю и считаю кристофер шелдрейк сделал и создал для сержа лютанса большое количество ароматов и эти ароматы такие крутые и я так понимаю что сержа лютанс он не то что шелдрейк чисто сам создает ароматы для сержа лютанса нет я думаю то что сержа лютанс ему что-то рекомендовал советовал и вообще они совместно создают и создавали ароматы я постараюсь коротко рассказать про каждый аромат чтобы видео не получилось слишком длинным а первый аромат один из самых первых ароматов который а сержа лютанс и шелдрейк создал в 90-е годы это было называется сантал из массуера у меня есть такой небольшой отливантик я уже так нормально его отбрызгал чем же мне он пахнет он тминный я не люблю тминные ароматы для меня это вот какой-то восточный рынок со специями возможно индийский потому что в индии популярен сандал и здесь конечно же есть сандал но сандал здесь такой красивый я люблю когда сандал не маринадный а сандал немного такой теплый сладковатый для меня это больше такой солено-пряный аромат но я не очень люблю но тут мина и в аромате и я не горю желанием приобрести полноразмерный флакон следующий аромат который я бы хотел рассказать про него называется у меня бобтендафю и у меня есть это самый первый аромат который я купил вообще от сержа лютанца для себя вот так выглядит у них флаконы а еще хотел бы рассказать про флаконы немного отвлекусь про этот аромат изначально у них есть вот такие прямоугольные флакончики а есть флаконы в форме колокольчиков такие вот такие флаконы можно купить только во франции во франции у сержа лютанца есть в париже бутик и я конечно мечтаю когда-нибудь своей жизни побывать во франции и первым делом я наверное отправлюсь в бутик к сержу лютанцу потому что это бутик тоже как музей там все очень красиво так оформлено еще хотел бы рассказать то что ароматы от сержа лютанца они такие нуарные много с грустью почему я в дальнейшем видео расскажу почему они такие очень грустные по своему звучанию нуарные такие немного и серые томные вот я это все в дальнейшем расскажу вот и вот эти флакончики в колокольчиках можно купить во франции очень редко где вы можете их застать это очень большая редкость вне франции чтобы где-то купить но они есть есть самые один из самых дорогих ароматов они находятся в небоскребах такой флакон тебя небоскреб такой длинный тоже очень дорого стоит то есть это намного дороже чем вот вот в так в таком формате в таком формате флакона аромат то есть у них может быть даже раньше они выпускали сначала аромат например в таких флакончиках он стал популярным и они решили удорожить сам аромат и то что он популярный стали производить вот в таком небоскребном флаконе чтобы хотел еще рассказать флакон очень удобно держать их в руке то есть есть все такие немного закругленные углы ничего не нету никакого дискомфорта и еще есть формат с золотым сечением флаконы они у меня их нету в наличии золотым сечением это вообще самые дорогие ароматы которые есть у сержи лютанцы а у них такая своя линейка золотым сечением ну я здесь вставлю как выглядит этот флакончик золотым сечением самый первый аромат который у меня появился от сержи лютанца называется он бобтем де фер вот так он выглядит посмотреть какая красивая жидкость такая немного глинтвейная винная и он также мне пахнет вот как раз таки вот глинтвейном каким-то имбирным пряником аромат рождества но здесь еще еще здесь что интересно я отчетливо слышу немного запах крови какая-то металлическая такая штучка есть в аромате то что есть аромат крови и аромат бенгальских огней вот пороха но это очень необычный аромат это очень необычно также здесь очень много ладана я его один раз наносил и мне сказали комментарии на этот аромат то что от меня пахнет много церковным ладаном каким-то ну так услышали люди я такого особо не слышим для меня больше это вот такой глинтвейн и имбирный пряник следующий аромат называется лафель де берли называется девушка из берлина у меня тоже такой отливантик для меня это очень такая хищная насыщенная роза очень сильно пахнет розы именно такой красно-бордовые розы и я считаю то что это идеальный аромат на вечер на романтическое свидание полностью кстати хотел бы заметил это все унисексовые ароматы то есть их могут спокойно носить как и мужчины так и женщины я прям сто процентов это уверяю и даже то что здесь роза фил де берлин и называется как берлин девушка из берлина это вот такая медовая роза во флаконе полностью вот эти все названия там девушка из берлина и все такое это все я считаю то что больше название как говорится каждый носит тот аромат который он хочет и несмотря на название как оно звучит если ему человеку нравится аромат розы почему бы и нет дальше я хочу рассказать про аромат который называет амбра султан и у меня вот такой полноразмерный флакон 100 миллилитров коричневая жидкость и почему амбра султан конечно здесь есть амбра и очутливо слышу он очень теплый древесный конечно же он восточный чтобы я хотел бы сказать он таким с винтажным звучанием чем-то напоминает герлен от герлен шалемарт если вы любите винтажные ароматы таким древесным теплым звучанием попробуйте с ним познакомиться это не один из моих любимых ароматов его редко очень наношу но кому-то понравится такой винтаж чтобы познакомиться для себя как это вот стиль винтаж вот такой у меня в этом наборе есть аромат называется сантал оджескью хочу нанести я на самом деле с ним до этого видео не знаком вот он меня в этом наборе появился хочу нанести его на блотер и кстати только вот такими и на кожу как как же они раскроются я на самом деле очень осторожно отношусь к сандаловым ароматам потому что я не очень люблю пахнуть как маринованные огурцы как маринады и для меня сандал все-таки больше как специя именно специя такая пряная теплая и я на удивление мне этот аромат очень понравился если вы коллекционируете сандалы ароматы и вам нравится нота в ароматах сандала я вам очень настоятельно рекомендую с ним познакомиться это полностью унисекс он такой еще освещающий сандал здесь как будто есть какая-то мятная нота такое что-то мятно освежающие то очень редко сочетание чтобы в сандале добавили мяту чувствую здесь какао тоже очень необычное необычное звучание то что сандал мята какао дает вот немного такую свежесть но эта свежесть такая больше зеленая природная свежесть мой классный аромат я у меня нету полноценного полноразмерного флакона и я вообще впервые познакомился вот с этим ароматом с анталом и хочу сказать это очень классный аромат как и на коже так и на ботере он звучит очень круто вот я возьму себе на заметку что может быть когда-нибудь в дальнейшем я буду если делать на своем канале видео про сандаловые ароматы а я его включу в подворку один из самых лучших сандаловых ароматов следующий в этом наборе аромат называется fleur de orange переводится с французского как цветущий апельсин так это выглядит как мне нравятся эти колбочки классные нанесу на блотер у меня тоже нету полноразмерного флакона этого аромата но будет зато вот в такой колбочки цветущий апельсин конечно же здесь есть на роли 100 капельсина и он здесь сразу чувствуется и сразу я здесь чувствую в аромате туберозу жасмин эти все белые цветы и ой как это вкусно пахнет это вот действительно как будто вот на этом блотер это не блотер а вот настоящий белый цветок то есть вот нас ты вот очень натуралистично пахнет очень классно прям вот как будто рядом не положили как будто рядом поставили вазу с белыми цветами и я хочу сказать здесь меньше деситруса практически не чувствуется он он меру сладкий этот аромат он весенний на весну на лето это конечно класс очень красивым очень вот чем мне еще нравятся ароматы от сержа лютанца то есть они звучат довольно таки на натуралистичное вот настоящая вот как пахнет настоящая тубероза жасмин цветок нейроли это очень красиво конечно же я наверное бы его бы больше бы порекомендовал для девушек для женщины этот аромат и но я бы не впрочь его бы сам бы нанести на кожу я даже захотел бы его бы нанести посмотреть как он раскроется на коже так как мы знаем что на блотере ароматы раскрываются по-своему на кожу совсем по-другому и у каждого раскрывается у человека аромат может вообще по-разному потому что у каждого разный тип кожи горячая холодная очень вкусно пахнет это вот если вы любите белые цветы рекомендую прям класс рекомендую к знакомству а следующий из этого набора называется на вид д целом фан примерно одинаковая такая цвет жидкости кстати у сержа лютанца окрашенные жидкости вот если вы посмотрите очень красиво это все выглядит когда вы на полочке вы строите такую цветогамму их ароматов нанесу его тоже меня нету полноценного размера полноразмерного флакона нанесу его на блотер чем же мне он будет пахнуть для меня это тоже все новое я со многими ароматами вообще до этого был незнаком вот с анталом с этим с ну и до целу фан а это здесь уже чувство немного жвачины жвачку такую фруктовую здесь какие-то из фруктики типа персика абрикоса он такой уже веселый если вот я как говорил то что ароматы сержа лютанца не такие больше кинуарные томные серые темные то вот этот аромат он вообще выбивается из всей вот этой стаи он такой веселый я думаю многим по он понравится те кто любит фруктовые ароматы любит немного здесь есть цветочки это сто процентов в этом аромате еще чувствую такие водные цветы водянистые немного пахнет как вот цветочном магазине не зря я я так вообще понимаю что ночь в целлофане это вот посвящено цветкам когда вы покупаете букет цветов в магазине вам завер такую делают такую целлофанную обертку лет цвета для цветков и вот наверное что тут с этим связано то что целлофан цветы букет цветов ну интересно это на самом деле очень веселых такое него настроение веселое но немного такое избитая вот это наверное первый аромат который что-то мне напоминает у других брендов я бы наверное прошел бы мимо я бы наверное бы не захотел бы скорее всего целый флакон этого аромата один из самых грустных ароматов сержа лютанца как и многие говорят и я тоже это считаю называется он лорфалине в переводе с французского это сиротка у меня тоже нету разумного флакона вот в я практически с ним тоже не знаком с этим ароматом почему же он грустный и почему сиротка как известно в источниках истории которые написаны про сержа лютанца биографию он в детстве был сиротой какое-то время потому что он был внебрачным ребенком и когда началась война сороковые годы его он жил в приемной семье какое-то время пока его мать с его отцом не поженились и и вот он действительно очень грустный я до сих пор не понимаю как это можно было это все передать он очень такой готический он очень ладан и и ладан здесь такой вот не кричащий здесь немного есть какая-то пыльность вот пахнет готическим храмом готическим костелом церкви готической где пустота вот эти есть аромат ладана есть аромат дерева и вот действительно какой-то передает настроение одиночества разлуки вот сейчас снимаю это видео если предыдущий аромат был такой веселый задорный то это прям сразу меня настроение просто вот так подупала и как-то хочется немного грустить и какие-то мысли в голове появляются грустные документ меланхоличный аромат их что хотел бы заметить то что в санкт-петербурге этот бренд серж лютанцы ароматы его очень популярны и и как вы знаете то что санкт-петербург такой серый город дождливый такое и вот настроение ароматов передается на людей которые живет да в городе и почему-то вот ароматы серж лютанца очень популярны в бурге почему я об этом говорю я много флаконов которые у меня есть продавал там сам с рук да и очень быстро они раскупаются то есть они быстро раскупались буквально там за неделю я только вот размещу и через неделю приезжали и забирали аромат и это говорит о том что это очень популярный бренд и еще хотел бы рассказать то что ароматы сержа лютанца они как инвестиции они скажем годом дорожают то есть вы например купили два года назад например какой-то один из этих ароматов через два года он этот аромат может стоить в два раза дороже на самом деле или там полтора раза дороже то есть через десять лет за многими ароматами а те же лютанца гоняются парфлюбители и но не все люди понимают его настроение его днк все думают что не все а многие люди думают то что его ароматы немного устарели то что они как-то там больше для возраст но для возрастных людей но я вообще полностью с этим не согласен этот бренд который заслуживает внимания чтобы с ним как минимум познакомиться с его ароматами это вот сто процентов следующий очень классный аромат будет называется он фаминито дабуа это уже перевыпуск в 2009 году этот аромат пер выпустили на самом деле это вообще самый первый аромат который выпустил шел дрейк и серж лютанц это вообще самый первый и конечно же если я являюсь фанатом сержа лютанца я бы хотел бы чтобы у меня мои полочки был этот аромат чем же он пахнет я сейчас вам расскажу я тоже с ним особо не не сильно знаком о ребята как же пахнет вот этим санталом вот я сейчас санталом уже скилл я с вами сейчас вот разговариваю с видео снимаю и чувствую как отсюда классный аромат доносится какой красивый аромат я на самом деле вообще не фанат санталовых ароматов но этот меня прям покорил класс ну так не будем отвлекаться феминито дабуа переводе с французского это женственный лес я здесь отчетливо слышу сливу сливы в ароматах у меня бывает кстати у сержа лютанца есть бокс из резиновые перчатки они тоже это с нотой сливы и с кожей и вот как только я попробовал бокс из слива кожа теперь для меня всегда слива чем-то ассоциируется с кожи с кожей короче но здесь для меня слива которая со временем перерастает почему-то в банановую кожуру банан но это надо дать время вот на на первоначальном этапе он пахнет очень сливово я вот чувствую очень много сливы несмотря на то что это женственный лес я полностью говорю что это это унисекс вы можете спокойно выносить и вообще если вы фанат сержа лютанца присмотритесь к этому аромат феминито дабуа он действительно классный и я хотел бы рассказать кто любит сливовые ароматы тоже присмотритесь к этому аромату красивый красивейший аромат и на все случаи жизни подойдет они наверное когда создавал кристофер шелдрейк создавал все шлютан с сержа лютанцем первый аромат скорее всего этот тот аромат которым бы понравился многим людям считаю его идеальнейшим и последний аромат в этой коллекции в этом сайте с этим нуарным называется религиоз религиоз переводе с французского это как монахини а я знаком с этим ароматом ранее и хочу сказать то что несмотря на то что монахиня называется аромат я не знаю мне он никак с монахиней не ассоциируется может быть это монахини какого-то легкого поведения почему я довольно таки отчетливо слышу здесь жасмин из очень много жасмина и жасмин здесь красивейший очень красиво жасмин я конечно немного преувеличил то что это легкого поведения на монахини нет конечно здесь еще очень много ладана потому что монахиня ассоциируется ладан с церкви с религией но в раскрытии со временем он немного мускусный и мускус здесь не скажу что он прям такой чистый белый нет здесь есть какая-то немного животинка красивое звучание она винтажная и скорее всего даже из названия вот здесь я немного соглашусь с названием больше подойдет для девушек для женщин потому что он очень жасминовый очень цветочный если вы фанат жасминовых ароматов тоже рекомендую присмотреться к нему давайте теперь я расскажу про мои полноразмерные вот эти флаконы которые здесь стоят это шарги шарги это аромат такой восточный коньячный в какой-то степени он насыщенный он скорее всего вы можете собирать комплименты с этим ароматом если какие-то многие ароматы у сержа лютанцы они более восточные да но здесь таковой восток как бы взять базу европейскую до аромата и процедить терресита востока то это будет 50 на 50 восточный и европейский то есть его ароматы они понравятся как и восточным людям так и в европейским европейцам и вот вот этот аромат как раз ассоциирует его вот эту стилистику то есть он наполовину какой-то восточный он красивый здесь вот есть нота меда а если вы любите медовые ароматы присмотритесь к шарги он такой немного и даже зеленая зелено-сухоцветный сено здесь я чувствую еще отличное сено и ваниль он довольно таки шлейфовый у него хорошая стойкость можете тоже присмотреться и это унисекс а есть вообще у сержа лютанца аромат который я вообще не переношу никак и называется он лакушь дудябле в переводе как ложа дьявола но для меня это больше подгузники дьявола потому что я чувствую здесь очень много каких-то выделений со флакона пахнет не неплохо хочу сказать что это неплохо пахнет с флакона но со временем на коже если вы нанесете пахнет много бомжами для меня лично бомжами какой-то стариной староватостью и вот это подгузник дьявола извините у кого это один из любимых ароматов у сержа лютанца то что я говорю про него но я это так слышу я это один из ароматов вообще мое мировоззрение которое я вообще не люблю никак не переношу и это не из-за названия то что там дьявол не я вот так слышу аромат у меня неприятный вообще вообще неприятно следующий аромат для любителей ванили называется он бойс ваниль с французского ванильный лес такая него водица желтого цвета да очень очень хороший аромат он для меня это кокос кокосовое молочко ваниль и немного миндаля такой очень уходовый приятный это скорее всего одна из лучших ванили в ароматах которые я знаю я как слышал то что от сергея который мы вместе ведем этот канал он уже записывал ванильные ароматы список ванильных ароматов которые у него есть и вон туда вот добавил ванильный аромат так что если вы любите ванильные ароматы под видео будет описание и там ссылка на ванильные ароматы и там сергей подробно расскажет про этот аромат я с ним солидарен мне он нравится хороший классный аромат следующий аромат с названием мандариновый мандарин такая мандариновая оранжевая жидкость у меня в отливанте он есть чем же мне он пахнет я даже хочу нанести на блотер вы можете подумать что это наверное будет очень цитрусовый аромат мандариновый первую очередь нет я бы сказал то что это что-то это что-то больше не напоминает какое-то мандариновое варенье такое немного засахаренное вы заварили чай к этому варенью молочную лун здесь есть что-то еще такое молочная чайная со временем он раскрывается на моей коже в сельдерей становится более зеленым он становится менее сладким как на старте и вот даже сейчас немного слышу ноту сельдерея именно вот этот стручок сельдерея вот это немного его такое как сказать его аромату сельдерея если вы когда-нибудь его разрезали такой свежести промот и зелени очень много зелени и вот в этом аромате если вы ищете мандариновый аромат он вам особо не подойдет потому что он он больше зеленый и пахнет сельдереем это вот единственный аромат где слышу сельдерей почему-то вот интересно один из самых гурманских ароматов которые у меня есть коллекция те же лютанца да и вообще все говорят жады по тоже у меня есть в атлеванте я его ник не покупаю в полноразмерном флаконе так как его очень сложно еще купить сложно вообще этот ароматы редкие за ним ноги гоняются и он пахнет очень необычно очень вкусно один раз когда я с ним познакомился впервые это была зима я поехал в парфбар и там не шикнули на блотер я и был голодный и и под замерз пока ехал и когда я его вдохнул я меня голод усилился еще на сто процентов потому что для меня это запахло сливочным круассаном с абрикосовым вареньем и это очень гурманский это очень вкусно пахнет это очень необычно это действительно аромат который переносит вас в какую-то уютную пекарню где пекут французские круассаны на хорошем дорогом сливочном масле сливочное масло здесь отчетливо слышно и абрикосики но абрикосики немного так вдали то есть он не супер сладкий он в меру сладкий он красивый но на моей коже я его наносил я его наношу больше для уюта когда вечером вы хотите просто я не знаю какого-то уютного вкусного вечера устроить там чаепития с круассанами это вот полностью дополняет атмосферу вашего вечера но со временем он раскрывается немного дрожжи вот на коже как будто есть много дрожжи вот это нота дрожжей тесто дрожжевого и я удивляюсь как это можно было сделать я очень сильно это удивляюсь как вот передать в аромате такие вкусные для нас блюда вот выпечку это 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 шедевр это шедевр я я не перестаю удивляться ознакомиться с ароматами сержа лютанца и для себя всегда открывали себя что-то новое так как у сержа лютанца порядка больше ста флаконов и за раз вы никогда не сможете перенюхать а его все ароматы это вы всю жизнь можете знакомиться с их ароматами и раскрывать для себя что-то интересное в них и для себя вы сто процентов найдете какой-то определенный аромат который вам понравится это вот сто процентов познакомьтесь этим брендом это действительно уникальный уникальный бренд с с очень крутыми качественными и интересными ароматами действительно это что-то вот свой свое стильное не похожее на на другое сейчас уже начнутся такие гурманские ароматы если вы захотели что-то после моего разговора про жодопео про круассаны и сливочное масло заварите себе чай кофе что-нибудь сделайте потому что дальше пойдет тоже гурманская тематика так выглядит рахат лукум название рахат лукум сразу уже когда вы слышите это название хочется объезд со сладким для меня это марципан с кусочками вишни вишня такая немного алкогольная ликерная и это действительно сладкий аромат который поднимает вам настроение и поднимает ваш аппетит вы хотите это есть на коже раскрывается достаточно красиво так как я знаю вишневых ароматов довольно таки мало именно вишневых красиво звучащих и это вот один из красивых ароматов с ноты вишни с миндалем и вообще вот марципаном то есть если вы фанаты марципана сладостей рекомендую вам его попробовать а также второй аромат называется шипа руш и он тоже в колокольчики как же мне нравится вообще дизайн этих колокольчиков как же это красиво вообще на полочке поставить украшение единственное то что это все сплэшеры здесь раскручивается вот эта крышечка и довольно таки она плотно сидит она не будет парить у вас то есть испаряться жидкость в колокольчике все так классно продумано вот чем же мне нравится этот аромат переводится французского как красный шипар но если если это шипар то это дубовый мох и действительно очень мало ароматов также с соноты дубового мха где он отчетливо слышен его много добавляют какие шипровые ароматы дубовый мох но он обычно там второстепенный на задних рядах да можно сказать в пирамиде здесь дубовый мох преобладает его отчетливо слышно это вот такая лесная опушка где произрастает очень много земляники клубники он такой клубничный и довольно таки очень приятный вот у него настроение и цвет аромата красный как вот эта жидкость очень достойный аромат очень классный красивый в первую очередь и последний в в этой подборке у меня будет называется аромат ветивер ориенталь у меня есть флакончик 50 миллилитров такая жидкость я очень люблю это один из ароматов у меня вообще в коллекции очень мало ирисовых ароматов и это вот один из тех ароматов где есть ноты ириса я ее отчетливо слышу и в то же время он для меня как я говорил что это все унисекс но это больше морской почему потому что он очень дымный он очень смолистый 10 очутливо слышу даже ноту земли очень темный для меня аромат есть какая-то шоколадная сливочность и в то же время это какая-то природность для меня это прямо темный какой-то ночной лес какое все темное ночное звучание круто подойдет куда-то в клубы пойти в бары такой брутальный мужской аромат хороший ну конечно же женщинам если это нравится почему бы нет не поносить вот еще оба еще мне есть аромат кстати усердю танцы есть еще линейка талых вод это уже как бы такой сюрприз для тех кто досмотрел видео до конца я буду своих видео делать такие сюрпризики для тех кто смотрит до конца видео спасибо вообще вам то что вы смотрите мое видео и наше видео на нашем канале до конца это нам очень приятно такой бонус называется аромат грис клэр к очень красивый флакон как талая вода на другой стороне вот такая ребристая как лед поверхность и он такой прозрачный и жидкой сама прозрачная и я планирую следующее видео на следующей неделе выпустить самые мои самые пять любимых ароматов сержа лютанца то есть эти ароматы я все люблю которые сегодня рассказал для меня тоже вот эти открытия были в этом наборе я первый раз многими знакомился рассказал свои впечатления мне очень понравился вот сантал маджескю как же он вкусно звучит как же и на коже красиво аромат вообще надо присмотреться мне к нему поизучать этот и вот что же я хочу рассказать а в следующем аромате будет пять ароматов от сержа танца мои самые любимые по которых я хотел бы поделиться с вами и рассказать почему я их люблю чему они мне нравятся и вот этот грис клэр будет следующем моем видео так что подписывайтесь на наш канал чтобы не пропускать ставьте колокольчик обязательно поставьте колокольчик это вам даст бонус вы не пропустите как выйдет наше новое видео вам придет оповещение от youtube канала от ютюба то что у нас вышло новое видео чтобы не пропускать вам большое спасибо за просмотр этого видео поставьте лайк если вам все это было интересно понравилось то что я рассказывал для меня это больше как хобби я интересуюсь парфюмерии и веду этот канал для себя для вас рассказываю свои впечатления и нет тем нравится заниматься вам вообще спасибо большое за просмотр еще раз хороших вам приятных парфюмерных открытий для себя путешествий отличного вам настроения на весь день с вами был слава всем губай а